Матильда Мы продолжаем наше знакомство с Матильдой. Давайте заглянем в башню. Основное внимание уделим вооружению Матильды — 40-мм пушке и спаренному пулемёту. Сверху два люка. Люк заряжающего, прямоугольный и небольшой. Люк командира чуть побольше. Люки, как вы видите, поддерживаются телескопическими упорами, что позволяет очень легко их открывать. Итак, сейчас я заберусь внутрь. Посмотрим, насколько мне там будет удобно. И будет ли вообще. Командирская башенка может вращаться. Для этого нужно открыть защёлку вот здесь. Ну, конечно, ради меня она вращаться не хочет. Вот так. Очень просто. Кроме того, в передней створке люка установлен перископ, который можно поворачивать на 360 градусов, а также поднимать, опускать и наклонять. Больше ничего особо интересного снаружи. Фара, небольшие петли для демонтажа командирской башенки, а впереди перископический смотровой прибор наводчика. Это максимальное расстояние, на которое я могу опуститься, сидя на месте командира. Надеюсь, сидение двигается. Итак, я забрался в башню, и здесь уже становится немного тесновато. Я стою на полу башни, а моя голова, как вы видите, находится выше люка. Но я, конечно, чуть повыше, чем танкисты того времени. Командирское сидение, на котором я сидел, высунув голову из люка, можно откинуть, когда вы внутри. Также его можно поднимать примерно на 10 сантиметров. Когда люк задраен, командир стоит на возвышении боевого полика башни. Возвышение высотой около 7 сантиметров. Я думаю, оно здесь для того, чтобы танкисты того времени, как правило, невысокого роста, могли смотреть в перископ. У командира есть важная задача — обслуживать радиостанцию. Радиостанция номер 11 стандартно устанавливалась на Матильду и была одноканальной системой связи. Командир мог связываться по радио с другими адресатами или отдавать команды членам экипажа, но экипаж не мог ответить командиру, что, возможно, некоторых командиров вполне устраивало. Позже на Матильду устанавливалась радиостанция номер 19, широко использовавшаяся британцами в конце войны. Она обеспечивала как двустороннюю связь с экипажем, так и с другими танками. Многофункциональная панель системы внутренней связи находится слева от командира. О рабочем месте командира мы рассказали, теперь обратим внимание на место наводчика. Итак, место наводчика. Он, конечно, располагался перед командиром. Опять же, тесновато. Похоже, что высота сидения регулируется с помощью педали, но она, кажется, не работает. Так что я останусь в таком положении. Есть гидравлический и ручной поворотные механизмы башни. Ручное управление простое. Берётесь за рукоятку и крутите её туда или сюда, как и на любом танке с такими рукоятками. Ну, или на большинстве из них. Гидравлический поворотный механизм работает при запущенном двигателе. Здесь пневматическая система запуска насоса. Наводчик выбирал ручное или гидравлическое управление. Нужно было потянуть за ручку, чтобы открыть запорный механизм и затем поворачивать рукоятку налево или направо. Здесь примерно 5 градусов свободного хода, прежде чем башня начнёт вращаться. Башня вращается с максимальной скоростью в 20 градусов в секунду. Полный оборот занимает 18 секунд. Минимальная скорость поворота — четверть градусов в секунду, и на полный оборот уйдёт, конечно, много времени. Если наводчик хотел использовать гидравлический привод, нужно было повысить давление в рекуператоре. Что интересно, башню можно зафиксировать в нужном положении, заблокировав поворотный механизм. Если случилось так, что танк подбили, и наводчику нужно покинуть машину, он поворачивает ручку и блокирует башню независимо от того, работает ли двигатель, и начинает выбираться. А если двигатель не запущен, и положение башни не позволяет мехводу быстро выбраться из танка, мехводу нужно было запустить двигатель, повернуть башню в удобное для него положение, затем остановить двигатель и покинуть танк. Не очень-то удобно. Сегодня наводчику перед тем, как выбраться самому, необходимо убедиться, что башня повёрнута в нужное положение, и мехвод тоже может покинуть танк. С подъёмным механизмом орудия немного проще. Слева система блокировки подъёмного механизма. Нужно потянуть за рычаг, и орудие разблокируется. Очень просто. Здесь нет приводов наводки. Это плечевой упор. Прижимаете плечо к орудию, смотрите в прицел и спокойно наводитесь. И, конечно, используете ручной или гидравлический поворот башни. Вот так наводчик прицеливался. Поэтому система стабилизации орудия была довольно примитивная. Балансировка отличная, поэтому стабилизировать орудие можно… Я хотел сказать одним пальцем, но не скажу. Во всяком случае, усилий прилагать почти не надо. Когда танк едет по кочкам, наводчик может держать цель в прицеле. Это, конечно, не полная стабилизация, поэтому никто не ждал, что можно попасть в цель на ходу с большого расстояния. Но в ближнем бою шансы на это были довольно высоки. С приводами наводки это было почти невозможно. Конечно, потом пушки становились больше и больше, и использовать такую систему наведения стало невозможно. Шестифунтовые пушки были последними, для которых она применялась. Двухфунтовая пушка калибра 40 мм. У британцев своя уникальная система. Два фунта – это вес снаряда. В то время это было одно из лучших противотанковых орудий. Наравне с итальянской 47-мм пушкой. Судя по казённой части, снаряд не очень большой. Проблемой было то, что стреляла эта пушка только бронебойными снарядами. Существовала версия трёхдюймовой пушки для сопровождения пехоты, но она поначалу стреляла лишь дымовыми снарядами. Осколочно-фугасные снаряды для 40-мм пушки, конечно, существовали. Но танкистам их обычно не выдавали. Во всяком случае… Я слышал, что стрельба осколочно-фугасными снарядами считалась заботой артиллерии. Поэтому фугасы выдавались артиллеристам для ведения огня из двухфунтового буксируемого противотанкового орудия. А вот пехотный танк, задача которого ввести огонь по живой силе противника, наоборот, имел только бронебойные снаряды. Так что фактически Матильда стреляла в пехотинцев очень большими пулями. Конечно, против танков бронебойные снаряды были эффективны. Хоть это и была не основная задача Матильды, она довольно неплохо разбиралась с танками противника. Справа пулемёт Биса калибра 7,92. Необычный для британцев калибр, который применялся в основном в восточноевропейских странах. Германия также им пользовалась. Королевские танковые войска применяли этот калибр на протяжении всей войны. Углы вертикального наведения орудия весьма неплохие. Я не могу поднять орудие ещё выше, потому что нога мешает. Но зато вниз оно опускается аж на 18 градусов. Такие углы вертикального наведения позволяли вести огонь по холмам или по пехоте противника с очень близкого расстояния. Для общего обзора у наводчика есть перископ, который можно вращать и регулировать по высоте. Для прицеливания использовался двухкратный телескопический прицел с простейшей прицельной сеткой. Это перекрестие с несколькими поперечными засечками справа и слева. Но шкалы и углов места цели нет, так что вы просто стреляете в цель и всё. Стреляете, определяете, откуда вылетел кусок земли после попадания 40-мм снаряда, если, конечно, сможете его разглядеть, а потом стреляете снова. Для ведения огня есть две рукоятки пистолетного типа. Левая рука наводчика на поворотном механизме, правая — на рукоятке. Левая рукоятка для стрельбы из главного орудия. Это обычный рычаг, соединённый с системой открытия огня. Такой же механический рычаг справа для стрельбы из паренного пулемёта. Наводчик нажимал на спуск и выпускал очередь патронов калибра 7,92. Что ж, возвращаю орудие в нужное положение. Вот так, просто и надёжно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова